Медсестра Солтер Чтобы вы лучше понимали сказанное в серии, важно рассеять туман относительно медицинских учреждений в городе Ивдали в 1959 году. Подозреваю, что большая часть зрителей не имеет об этом представления и в лучшем случае знает, что тела погибших дятловцев привозили в некий Ивдальский морг. Однако если мы хотим серьезно говорить о второй группе, да и о дятловцах, необходимо вникнуть в то, как в 1959 году обстояли дела с медициной в Ивдале. Заодно будем вводить в повествование некоторых действующих лиц. Городская больница Ивделя С 1935 года помещалась в бывших домах купца Рогалева на улице Октябрьская набережная. В 1980 году больницу, теперь ее называют Ивдальская центральная районная больница, перевели в новые корпуса на соседнюю улицу, Даниловскую, 53 и смежные адреса. В городской больнице лечились, как явствует из названия, городские жители. В 1959 году там работала врач-педиатр Валентина Ивановна Прудкова, заведующая детским отделением. Она была супругой хирурга Иосифа Давыдовича Прудкова, который работал в другой больнице. Центральная больница управления почтового ящика Н-240 имела при себе поликлинику, отделение терапии, хирургии, инфекционное и морг. Адрес Собянина, 10. Современное название – больница номер 7 Федерального казенного учреждения здравоохранения, медико-санитарная часть номер 66 Федеральной службы исполнения наказаний. В околодятловских воспоминаниях эта больница упоминается так же, как больница для вольнонаемного состава Ивдалилага. На 1959 год относилась к врачебно-санитарной службе почтового ящика Н-240. Больница считается гражданской, расположена вне зоны, но примыкает к ней. Здесь лечатся сотрудники МВД, их семьи и те гражданские, кто связан с обслуживанием зоны. Их-то и называли вольнонаемными. На 1959 год в ней работали следующие действующие лица нашего повествования. Анна Петровна Таранова, гинеколог, Иосиф Давыдович Прудков, заведующий хирургическим отделением, судмедэксперт. Пелагея Ивановна Солтер, медсестра, помощница Прудкова в операциях. В марте 1959 года в морге этой больницы были проведены, без участия Прудкова и Солтера, но приглашенными специалистами Возрожденным и Лаптевым, судебно-медицинские экспертизы со вскрытием Дятлова, Калмогоровой, Дорошенко, Кривонищенко и Слободина. В этот же морг в неопределенное время поступали тела второй группы, с которыми работали Прудков и Солтер. Как я уже говорил, эта больница находилась вне зоны, но примыкала к ней. Зона была непосредственно на север. Да что была, и сейчас есть исправительная колония номер 55 ГУФСИ на России по Свердловской области. К слову, аэропорт находится через лес всего в паре километров от нее. В 1959 году внутри зоны находилось еще одно медицинское учреждение, санчасть почтового ящика 240, включавшее в себя отделение хирургии, терапии и морг. В этой санчасти лечились заключенные. В морге санчасти в мае 1959 года возрожденным и Лаптевым проводились экспертизы со вскрытием тел Тибо, Колеватова, Золотарева и Дубининой. Вот теперь можно начинать разговор о медсестре Пелагеи Солтер. На заре дятловедения из причастных к последствиям трагедии 1959 года на слуху были люди, никоим образом не упомянутые в уголовном деле, известном тогда лишь по отрывкам. Считалось, что дело расследовал не Лев Иванов, не прокурор Темпалов, а Владимир Каратаев. Он ходил и рассказывал про купание в бочках со спиртом, якобы от радиации, и твердил, что трупы вскрывал некий Ганц. А суд Медэксперт Ганц в уголовном деле лишь мельком проскальзывает несколько раз в гистологических анализах тканей тел Тибо, Колеватова, Золотарева, Дубининой. Там стоит подпись 29.05.1959 суд Медэксперт Ганц. Но исследование проведено в гистологическом отделении Свердловской областной судебно-медицинской экспертизы. Если Каратаев упоминает Ганца, значит тот пребывал в Ивдель. И если по уголовному делу вскрытием тел дятловцев и не подлежит сомнению, что именно их занимались судмедэксперты Возрожденный и Лаптев, то Вадим Чернобров и его соавтор и соратник из «Космопоиска» Сергей Александров в материале по следам экспедиции 1999 года на перевал Дятлова писали в статье комсомолки «Уральские сталкеры. Бегство с горы мертвецов». Мы долго искали тех, кто проводил вскрытие тела. Хирург Иосиф Прутков, первый проводивший вскрытие, к настоящему моменту уже погиб. Остальные, с кем мы встречались, родственники Пруткова, врачи А.П. Таранова, П. Гель, Шаронин, члены областной комиссии, вспомнить подробности не смогли. Зато неожиданно, от чудеса проведения, в купе поезда встретилась бывшая ассистентка Пруткова, фактически единственная живая из тех, кто помогал вскрывать те трупы, врач Мария Ивановна Солтера. Не чудо ли это, случайно встретить в купе поезда такую важную свидетельницу? Может, все было иначе? Ведь кто-то знакомил Черноброва с упомянутыми им лицами. Возможно, это была Людмила Алексеевна Жванко, врач из Екатеринбурга, интересовавшаяся, кроме прочего, разными таинственными местами на Урале и отражением он их в преданиях Манси. Немного отходя от темы, отмечу, что набор свидетелей у Черноброва особый, и все они или их родичи видели дятловцев живыми. Вот что писал Чернобров. Одними из первых нашли Валерию Патрушеву, вдову летчика, который первым заметил с воздуха тела погибших туристов. А вы знаете, мой муж Геннадий их хорошо знал еще живыми. Познакомились в гостинице поселка Вижай, где жили летчики. Ребята там же останавливались перед восхождением. Геннадий много интересовался местными легендами и потому стал их отговаривать. Идите на другие горы, а эти вершины не трогайте. Они с языка Манси переводятся вроде как «не ходи туда» и «гора девяти мертвецов». Вдова вообще противоречива в своих интервью, что-то недоговаривает, но создается впечатление, что Геннадий Патрушев знал дятловцев задолго до похода, а не познакомился с ними вот-вот. Но медсестра Солтер, говоря Черноброву о прибывших в морг телах, сообщила, что видела их живыми ранее на остановке. Я их сразу же узнавала. В этой одежде их и видела в последний раз на остановке. Но каких погибших? Исследователи автоматически делают вывод. Дятловцев? Но если тела погибших дятловцев вскрывали Возрожденный и Лаптев, то как их же мог вскрывать хирург Иосиф Прутков, помощницей коего была Солтер? Дятловеды решают задачу вредово. Предполагают, что тела нашли, привезли в морг, вскрыли, потом отвезли назад на перевал, разбросали с вертолета, потом снова нашли, привезли в морг. Повторно вскрыли. Такую логическую цепочку может построить лишь какое-то воспаленное воображение. Как я говорил ранее, по совокупности данных, в окрестностях Атартена погибла не одна, а две группы людей. Группа Дятлова и условно называемая вторая группа. Большая часть второй группы погибла непосредственно на склоне горы Аттартен. Их тела и обнаружили 6 февраля, и приняли за дятловцев. Поэтому и уголовное дело было возбуждено 6 числа. А тела дятловцев и меньшие части второй группы нашли около высоты 1079, горы Хала-Чахаль, горы Мертвецов. И когда их нашли, возникла большая путаница, которую в 1959 году попытались скрыть посредством отделения и выведения из поля зрения материалов о второй группе. Однако путаница осталась по наше время, когда с нею столкнулись исследователи перевала Дятлова. Они читали и слышали свидетельские показания о телах из двух разных групп, но привычно трактовали все эти тела как тела дятловцев. И ничего не понимали. Как может быть, что якобы одни и те же тела вскрывают разные коллективы специалистов? Моя задача состоит в раскладывании фактов по полочкам так, чтобы все становилось по возможности ясным. Медсестра Пелагея Солтер, пожалуй, самая важная, известная нам свидетельница именно по второй группе. От Солтер мы узнаем, хотя бы в общих чертах, количество покойных из второй группы, которых она видела. Как они выглядели, какого были пола, в какой последовательности пребывали в Ивдаль. К сожалению, имеющиеся свидетельства Солтер не обладают достаточной четкостью. На то много причин. Прошедшее время. Более чем уважительный возраст. Передача ее слов в пересказе. Вмешательство в ход интервью. И вообще сумбурное ведение оного. Однако, мы разберем все свидетельства Солтер подробно и попробуем найти сторонние подтверждения. Перечень свидетельств невелик. У нас есть две журнальные статьи Черноброва и Екатерины Головиной, где слова Солтер пересказаны. Их могли исказить сочинители статей, редакторы, кто угодно. У нас есть письмо Солтер к Юдину. И письмо к Юдину, написанное мужем Солтер, Виктором. Не знаю, обращался ли к нему Юдин или Виктор Солтер, решил сам ответить за свою супругу. Наконец, обширное интервью, которое взяли у супругов Солтер исследователи темы. Навик, Верден, Туапсе и другие. Интервью Навик предваряет словами. То, что будет говорить Пелагея Ивановна, будет заснято на видео и будет являться в суде некоторым доказательством. В итоге, большей частью говорил Виктор Солтер, перебивая и, как он полагал, исправляя жену. Будучи, так сказать, в теме, он пытался подогнать ответы супруги под общепринятые знания, относящиеся, однако, к дятловцам, а не ко второй группе. Так, возможность получить у Пелагеи Солтер толковое сведение было упущено. Что же, начнем по крупицам разбирать, что же сообщала Солтер своим собеседникам. Чернобров пишет. Тех ребят она запомнила очень хорошо. Мало того, помнила их еще живыми. Ей, молодой, тогда приглянулся крепкий статный проводник. Проводник – руководитель похода. Запомнить людей живыми можно было лишь во время более-менее длительного общения. Было ли оно у Солтер и виденных ею туристов? Чернобров цитирует Солтер. Трупов было не 9, а 11. Откуда взялись еще двое? Не знаю. То есть, Чернобров, вероятно, сообщил про 9 погибших, но Солтер помнит 11 трупов. Ведь Чернобров, наверное, спросил, думая, что речь идет о дятловцах, а откуда еще двое? И Солтер отвечает, не знаю. Солтер продолжает. Я их сразу же узнавала. В этой одежде их и видела в последний раз на остановке. Не думаю, что туристы того времени как-то отличались друг от друга одеждой. Ну, штормовки, штаны, телогрейки. Любопытно другое. Видела в последний раз на остановке. Именно прибывших ли покойниками в морг, видела Солтер живыми, вопрос пока сторонний. Вот вы вчера в магазине встали в очередь на кассу. Помните сейчас, сколько перед вами было людей? А как они выглядели? Вы видели их в первый и в последний раз. И не запомнили. Чтобы помнить, надо или общаться несколько раз, или чтобы человек или люди чем-то отличались и врезались в память. Какую же группу туристов видела Солтер на остановке? Вторую группу? Или толпу дятловцев вместе с группой Блинова, которая добралась с дятловцами в Ивдаль? По Ивдалю блиновцы и дятловцы перемещались так. Приехали в поезде в полночь на вокзал, утром на автобусе перебрались в гостиницу, потом утром же сели на другой автобус и поехали в Вижай. Автостанция находится рядом с больницей, где работала Солтер. Именно на автостанции медсестра могла видеть дятловцев и блиновцев по их прибытию в Ивдаль и или по совместному же отбытию в Вижай. Однако, если она видела дятловцев и блиновцев, то как может говорить о некоем проводнике группы? Вероятно, группа, которую видела Солтер, была другая. Вторая группа. Чернобров передает дальнейшие слова Солтеру. Да, учтем, мы не знаем, приводит ли он слова по памяти, записывал ли их прямо якобы в поезде на бумагу или на диктофон. Как угодно. Просто слова Солтер в передаче Черноброва. Вскрывать всех привозили к нам в закрытую военную больницу, но одно тело даже не показали, увезли сразу в Свердловск. Закрытая военная больница. Вероятно, так запомнилось Черноброву, ибо позже Солтер вполне конкретно указывает учреждение, где работало. Тела привозили вскрывать, но одно тело не показали, увезли в Свердловск. Очень странно. Что такого было в том теле? Чье оно было? Далее Чернобров продолжает передавать слова Солтер. Какой-то военный присутствовал во время вскрытия, показал на меня и говорит доктору Пруткову, «А зачем вам она?» Прутков был очень вежливым человеком, но в тот раз сразу же, «Мария Ивановна, можете идти». Подписку о неразглашении и необсуждении происшествия с меня тогда все равно взяли. Их брали со всех, включая водителей и летчиков, возивших тела. Вам должно быть интересно, кто такой доктор Прутков? У Черноброва всюду через Т вместо Д, Прутков вместо Прудыков. Значит, Чернобров пользовался устным источником. Иосиф Давыдович Прутков, известный хирург, пионер операций с применением лапароскопического сочетанного метода, операций через небольшое отверстие с обзором посредством линзы. Родился в 1929 году, склонный к механике и точным наукам, пошел по другой стезе, и в 1952 году окончил Свердловский государственный медицинский институт, после чего попал по распределению в Ивдаль, поначалу врачом лагерного медицинского пункта тюремной зоны. В Ивдаль с ним поехала и жена, Валентина Ивановна, у которой смог взять интервью на ВИГ. В 2008 году сам Прутков к тому времени уже отошел в мир иной. Вот что рассказала вдова Пруткова. Все были законопослушны и лишних вопросов не задавали. Мне было тогда 30 лет, муж мне не говорил подробности. Но я знаю, что секцию вскрытия делали и он, и присутствовали из Свердловска врачи, мужчина и женщина. И даже какая-то фотография была, но она потерялась почему-то, этой женщины. Но вообще тогда ходили слухи и разговоры, что когда привезли их, то были удивлены, что никаких больших травм, чтобы там не было головы или конечности были оторваны, или перемелены были, не было. Были сломаны ребра, какие-то травмы лица небольшие, на руках много было и на ногах, что кто-то пытался там носки одеть на руки. Когда нашли палатку, то манси не удивились тому, что произошло, так как эта гора была мистическая для них, и они никогда не поднимались на нее. Когда их нашли, то возникает впечатление, что с ними случилось что-то ужасное, и они всеми силами старались покинуть палатку. То ли шум, то ли какое-то воздействие. То, что было на секции вскрытия, никаких данных мне муж не говорил. Я работала в городской больнице, заведовала детским отделением, а муж работал в больнице для вольнонаемного состава Ивдельлага, и он был консультантом хирургическим по всем больницам Ивдельлага. Там много пунктов было. И заведовал отделением этой больницы. Из биографической статьи о Пруткове дополню. С 1952 по 1961 год Прутков был заведующим хирургического отделения Ивдельской районной больницы для вольнонаемных. В это время он работал главным хирургом-консультантом Ивдельлага и судебно-медицинским экспертом. Про то, что Прутков был судмедэкспертом, в детловеческой среде мало кто знает. Но вернемся к интервью. Навиг уточняет о Пруткове у вдовы. Он был военным? Следует ответ. Нет. Он был аттестован после окончания института, забрали в МВД и там присвоили звание. Больница относилась к врачебно-санитарной службе, почтовый ящик Н-240. В эти дни все видели в Ивделе какой-то светящийся, как светится луна, только это было ночью и днем, и утром, и вечером, на склоне небосвода, ближе к горизонту треугольник. Это было далеко очень, и он был визуально размером сантиметров на шесть все стороны. Навиг спрашивает. Он висел или перемещался? Валентина Ивановна. Он как бы был на одном месте. Навиг. Это было в начале февраля, Валентина Ивановна? Да, это было тогда, когда это случилось, и даже тогда, когда мы уже знали об этом. Любопытно, не правда ли? Светящийся треугольник наблюдался и днем, и ночью, и, судя по сказанному, много дней. И как не сопоставить это с загадочным треугольником на одном из склонов около Атартена? Но вернемся к Солтер и Пруткову. Итак, вдова Пруткова подтверждает, что Прутков вскрывал некие тела, и хотя в интервью она не вспоминает фамилию Солтер, однако на вопрос Навига предполагает, что Солтер могла помогать Пруткову. Навиг в том же 2008 году разыскал и Таранову Анну Петровну, которая была знакома с Прутковым, и в 1959 работала гинекологом в той же больнице, что и Прутков, для сотрудников МВД и зоны. Ничего толком в ходе интервью они не прояснили, кроме того, что Таранова знала о неком вскрытии судебно-медицинской экспертизы в больничном морге, и что тогда вскрывал точно не Прутков. Навиг также рассуждает вслух в этом интервью. Вот и получается, что было больше человек с перевала. Верна тут первая часть рассуждения, что было больше человек. Но не только с перевала, а еще и с Атартена. Давайте распишем по порядку, в каких учреждениях проводилась судебно-медицинская экспертиза «Когда и кем?» Морг Центральной больницы управления почтового ящика 240. Эксперты Возрождённый, Б.А. и Лаптев, Ю.И. 4 марта. Экспертиза Дорошенко, Кривонищенко, Дятлова, Калмогоровой. 8 марта. Экспертиза Слободина. Морг санчасти почтовый ящик 240. Эксперт Возрождённый 9 мая вскрывает Колеватова, Золотарёва, Тибо, Дубинину. Тела второй группы отправлялись в тот же морг, где вскрывали тела дятловцев в марте. Морг Центральной больницы управления почтового ящика Н-240. Однако работали с телами второй группы не приглашённые эксперты Возрождённый и Лаптев, а сотрудники больницы Прутков и Солтер. Но когда? Остаётся продолжать изучать сведения от медсестры Солтера. Хотя мы знаем, что свидетельства о существовании второй группы не сводятся лишь к её словам, и не только к доктору Пруткову, но также к посмертным фотографиям, на которых мы видим тела других погибших, не дятловцев, и к ряду показаний поисковиков. Обо всём этом я подробно говорил в других сериях, а сегодня хочу сосредоточиться именно на Солтер. Следующий материал, который мы разберём, статья из 11 номера журнала «Техника молодёжи» за 2003 год. Заголовок «Тайна горы мертвецов» за подписью Екатерины Головиной. Головина являлась соавторшей многих статей Черноброва. Собственно, космопоиск. Про Солтер Головина пишет. «В поезде Ивдель-Екатеринбург нашей соседкой по купе оказалась милейшая старушка, ехавшая к родной дочери на постоянное место жительства». Отмечу, что Солтеры перебрались в Санкт-Петербург, наверняка проездом через Екатеринбург, но продолжу чтение. И выяснилось тут, что старушка эта, Пелагея Ивановна Солтер, проработала всю жизнь операционной сестрой в больнице Ивдель-Лага. Именно туда отвозили дятловскую группу на вскрытие. Головина называет Солтер правильно, как в паспорте, Пелагея, а Чернобров именовал её Марией. Навик в интервью уточнял у Солтера, «Вас зовут Пелагея, правильно? А почему иногда вас Мария называют некоторые?» Солтер отвечает, «Я Пелагея, но некоторые писали и звали Мария». Можно предположить, что Чернобров познакомился с ней как с Марией, но потом, уже после выхода его статьи, к 2003 году в космопоиске уточнили её фио по паспорту. Вернёмся к статье Головиной. Дятловцев она запомнила ещё живыми, а потом увидела их в морге. В целом её описание не отличается от акта экспертизы. Сомневаюсь, что Солтер излагала увиденное языком этого акта, и, как мы увидим далее, Юдину она рассказывала совсем иное. Продолжу, однако, приводить статью. «За исключением, может, одной детали. По словам Пелагеи Ивановны, у одной из девушек были обожжены сзади волосы и левый рукав. То же самое было и с рукавом проводника». Я бы не вспомнил спустя столько лет, что именно левый рукав. Сравним с дятловцами. Рукав куртки был обожжён у Колеватова, но Колеватов не проводник. Что же, проводник Солтер не Игорь Дятлов, а руководитель второй группы. Далее. Ни у Люды, ни у Зины волосы обожжены не были. Речь однозначно идёт о какой-то другой погибшей девушке из второй группы. Что до пресловутого проводника, Солтер таки запомнила некоего участника второй группы, и он представился или был представлен ей как проводник, то есть руководитель группы. Иначе, с чего Солтер считать его проводником? Головина передаёт слова Солтер далее. Такое впечатление было, что он её обнял, прикрыв от чего-то. Манси тогда говорили, что людей убила огненная стрела, может от неё? Манси и Каратаеву давали показания, что видели, условно говоря, НЛО. Ну и где эти показания? Перейдём к следующим свидетельствам медсестры Солтера. Вот её письмо к Юрию Юдину. Невесть за какой год. Буду читать и выборочно комментировать. Санкт-Петербург. Уважаемый Юрий Ефимович, здравствуйте. Извините, что задержалась с ответом на ваши вопросы. То есть, письму Солтер предшествует какая-то переписка между Солтер и Юдиным. По крайней мере, его письмо с вопросами. Продолжу. Мы получили с Ивделя газету, и наша дочь Людмила сделала отпечаток. И мы посылаем вам, чтобы вы узнали, что пишет газета «Северная звезда» города Ивделя. Закончили вы учёбу в институте? Отвечаю на ваши вопросы. Мне уже 86 лет, может не всё помню. В какой больнице я тогда работала? Мы с доктором Прутковым у нас было учреждение МВД. Это управление воинской части Н-240, которое занималось делами заключённых, колониями. Колоний у нас было много. В Ивделе рядом с управлением, где вы садились на автобус. Совершенно верно. Вот больница на Собянино, где работали Прутков и Солтер. А вот рядом поныне находится автостанция около перекрёстка Собянино и Трошино. Вероятно, вы садились. Надо было написать раздельно. Тогда предложение приобретает смысл. Где вы садились на автобус? Под «вы» подразумевается дятловцы. Это отсылка на неведомые нам вопросы Юдина. И, насколько я понимаю, Юдина рассказал Солтер о перемещениях дятловцев с блиновцами по Ивделю, сообщив, что сели на автобус или что там-то сели на автобус. Солтер продолжает в письме. На лесозаводе Гидролизном, Бурмантово, Вижая, Лозево, Панило там сидели осуждённые. И воинская часть занималась жизнью заключённых. Вот и это управление имело свою больницу. И во дворе в этой больнице был морг для умерших. И в этом морге обследовались ваши друзья. Напомню, что именно в этом морге и была проведена экспертиза дятловцев в марте. Подчёркиваю, в марте. И не Солтер и Прутковым, а Возрождённым и Лаптевым. Солтер видела другие тела. Тела второй группы. Знал ли Юдин о второй группе? Или тоже запутался? Солтер продолжает отвечать на второй вопрос Юдина. Второй вопрос. Какие врачи ещё осматривали? Кроме Пруткова Иосифа Давыдовича никто больше не обследовал. Может быть без нас кого-то звали, но при нас никого не было. Тут любопытно. А почему Солтер вообще предполагает, что может быть без них? То есть без Пруткова на пару Солтера кого-то ещё звали. Но при Пруткове и Солтере никого больше не было. Мёртвых осматривали, переодевали в новую одежду, ложили в гробы, заколачивали и на самолётах увозили в Свердловск и говорили, что сразу отправляли на кладбище и хоронили. Солтер не пишет «вскрывали», а напишет «осматривали». Позже Навик уточнял «а вскрытие делали?» Солтер отвечал, что Прутков лишь осматривал. Но вдова Пруткова утверждала, что вскрывал. Вывод сделать трудно, однако Солтер описывает и цепочку последующих виденных ею действий. Тела переодевали в новую одежду, ложили в гробы, заколачивали, увозили на самолётах в Свердловск и передаёт, что говорили, а там сразу на кладбище и хоронили. Из этого ясно, что после переодевания тела уже не проходили никакую экспертизу, которая подразумевает, чтобы тело было одето, как при смерти. Читаем письмо далее. Солтер пишет «Врача Ганса я не знала, я его не видела». Кого же тогда вскрывал Ганс? Судмедэксперт Ганс действительно существовал и выполнял по поручению возрождённого гистологию тел дятловцев, найденных в марте. Чем ещё занимался Ганс? По словам Каратаева, вскрывал трупы. Но получается, не тела дятловцев, ибо это делали возрождённые и Лаптев, а вот тела, попадавшие к Пруткову и Солтер, по её словам, вообще не вскрывали, а просто описывали, переодевали и так далее. Эти вопросы пока не имеют ответа. Вернёмся к ответам Солтера. Третий вопрос. Первых привезли трёх. Две девочки и одного парня. Тут небольшое количество, и невозможно ошибиться. Солтер и не ошибается. Уже по этому её утверждению однозначно выходит, что привезли тела не дятловцев. Потому что, хотя среди дятловцев и были две девочки, Зина да Люда, первую нашли в феврале, а вторую в мае. Их не привезли вместе. Солтер говорит о второй группе. Но сравним с дятловцами по количеству. В радиограмме за 28-е, второе в 17.07 сказано, «Подняли на площадку вертолёта три трупа. Четвёртый будем поднимать завтра». Это были Дятлов, Зина и Кривонищенко. Четвёртый – Дорошенко, которого поначалу спутали с Золотарёвым. Но тела не отправили ни 28-го, ни 29-го. Ибо вот радиограмма принята 3-го, 3-го, 12-40. Принял неразборчиво. 3-й, 3-й, 59-го, Сульман. Прибыла группа сапёров, 8 человек благополучно добрались до лагеря ТЧК. Трупы отправлены вертолётом ЗПТ. Также вылетел прокурор и корреспондент ТЧК. В поисках участвует 17 человек ТЧК. 3-й, тем же 3-й марта датировано постановление прокуратуры Свердловской области для проведения экспертизы тел и 4-го марта она проводится в отношении тел Дятлова, Зины, Дорошенко, Кривонищенко. 7-го марта датировано постановление прокуратуры Свердловской области для проведения экспертизы тела Слободина. И 8-го марта проводится экспертиза. Итак, тела дятловцев прибывают в морг в последовательности. Сначала 4, потом 1, потом в мае еще 4. К Пруткову и Солтеру сначала прибывает трое тел. Солтер описывает их Юдину так. Лица у них были как у мертвых. Я вам, по-моему, писала, значит, было какое-то предшествующее письмо Солтеру к Юдину, что в одной девочке волосы с одной стороны обгоревшие, на одной руке немножко обгорел рукав и немножко на одной стопе захватило огнем. Ну, а на этих двоих была одежда нормальная, только грязная. Они же все ползли, но, конечно, и загрязнились. Итак, из трех привезенных тел погибших двое были девочками, и у одной из них обгоревшие с одной стороны волосы, обгоревшие рукав и на одной стопе захватило огнем. В каких условиях были получены эти повреждения? Какое воздействие? Я пытаюсь понять. Это ведь не помещение, где происходит пожар и человек пробирался сквозь пламя. Да и было ли пламя, я не зря говорю, воздействие, пламя или некий луч, мы не знаем, что это было. Могла ли гореть палатка второй группы и люди выбирались оттуда? А может, на людей обрушились горящие обломки взорвавшегося НЛО или наоборот, люди лезли на место аварии, чтобы нечто оттуда достать? Мы не знаем, однако некоторая зацепка все же имеется. Следы ожогов на дятловцах и их одежде. По моим вычислениям, часть этих ожогов была получена в палатке, вскоре после чего дятловцы и начали спешно ее покидать. Предположу, что и дятловцы и вторая группа испытали воздействие одной природы. На дятловцев воздействие, по крайней мере, начало оказываться еще внутри палатки. В ней был некий источник воздействия. Почему не допустить того же относительно второй группы? Быть может, обе группы одновременно что-то делали в палатках и это запустило источники опасного воздействия? И что означают слова Солтер? Ну, а на этих двоих одежда была нормальная, только грязная. Они же все ползли, но, конечно, и загрязнились. Ясно, что речь не идет о найденных в феврале-марте дятловцах. Но что за грязная одежда? Быть может, копоть? Какая-то гарь? Но почитаем письмо Солтер дальше. После этих нашли трех, только какого числа я не помню, а потом еще трех привезли. Итак, сравниваем. Дятловцев привозили четверых, одного, четверых. Вторую группу, по крайней мере, ту ее часть, что видела Солтер 333. Солтер продолжает. Если бы знала, что нужно будет потом рассказать все подробно, мы бы с Йосифом Давыдовичем Прутковым сдали бы записи в архив. А так, куда вы сдали записи? Какие записи? Если вы мертвых осматривали, переодевали в новую одежду, то какие могут быть записи? Вы, наверное, таки вскрывали, делали экспертизу? Дочитаем письмо. Йосиф Давыдович потом уехал в Свердловск и скоро умер. Сделали операцию рак прямой кишки. Неудачно в Свердловск и отправили в Москву, но там не могли его спасти и отправили домой в Свердловск и он умер. Это был святой человек. А я перешла в зону, забрал меня Шаронин Анатолий Александрович, забрал в зону в операционную. Это было в 1988 я проработала 54 года операционной сестрой и в зоне брала еще дежурной. От управления нам платили 250, а в зоне нам ночные вызова платили в двойном размере. А у вольной больницы, если нас вызывали, ночью этих часов нам не оплачивали. В зоне был хирург Шаронин Анатолий Александрович на 68 году жизни умер. Больше я вам ничего не могу сказать. Большое спасибо за ваше поздравление с Новым Годом, желаем доброго здоровья, нехай Господь Бог благословит вас и вашу семью. С уважением, Пелагея Солтер. И вертикальная надпись идет по письму, если у вас еще будут вопросы, пишите нам, мы будем отвечать. С уважением, семья Солтер, телефон 753. Судя по всему, Юдин написал семье Солтер новое письмо, и на него ответил уже, что явствует из слога и почерка супруг Пелагеи Виктор. Это письмо вы, как и письмо Пелагеи, можете прочитать по ссылкам к моему видео. Я не считаю нужным разбирать здесь письмо Виктора Солтера. И наконец мы переходим к последнему свидетельству, уже упомянутому мною интервью Навига и других исследователей с супругами Солтера. Вроде бы задумывалось интервью с Пелагеей, но говорил по большей части Виктор. Это очень сбивчатое интервью, где все сыпят лишними вопросами, сбивают старенькую Пелагею с толку, вынуждают ее настаивать на своем, уводят от развития темы. Попробуем выцепить лишь то, что она пыталась рассказать. Отмечу также, что кое-где слова Солтер уже расходятся с тем, что она сообщала в письме. Навиг показывает медсестре фото и говорит вот они 9 человек кого-нибудь помните? Виктор Солтер вмешивается нет, она с ними не была знакома лично. Пелагея спрашивает это они все погибли? Кто-то говорит, но говорите не помните. Блин, если человек глядит на фотографии и спрашивает это они все погибли? Это и значит, что не видела их или не помнит. Далее Пелагея Солтер говорит нас с Прудковым позвали я обмывала и Прудков помогал их одевать. Вот не нашлось других людей обмывать и одевать покойников надо было звать хирурга и судмедэксперта Прудкова и медсестру Солтера. Складывалось впечатление, что Пелагея просто умалчивает процедуру вскрытия. Она давала подписку вот и молчит об этом. Потом их на машину ложили и везли на аэродром и их на самолете в гробах прямо отправляли в Свердловск и в Свердловск их хоронили без родных. Без родных. Разве дятловцев хоронили без родных? Нет. Вот вам еще одно доказательство, что речь идет о второй группе. Однако Навик спрашивает а вскрытие было? Пелагея стоит на своем. Прудков только осматривал описывал я их обмывала вытирали ее муж вмешивается с разными предположениями мол могли делать вскрытие в городской больнице но Пелагея повторяет нет в городской не делали их отправляли в Свердловск на самолетах повторюсь аэропорт почти рядом с той больницей медсестра знает что говорит потом она пытается вставить в идущую без нее беседу мы их обмывали тут Навик подозревая о наличии второй группы спрашивает Пелагея Ивановна а вы помните их вид внешний вот смотрите вот их внешний вид в морге Н240 они такие были нет или не помните Пелагея Ивановна их не узнать конечно Навик или это не они Верден они это это их вы видели это их вы обмывали вы обмывали их вот в таком виде Пелагея Ивановна мы обмывали их в морге Навик нет А вид, вот это вот дятловцы, Верден, вид именно такой был? Это они были? И тут снова встроет небывший там Виктор Солтер, это они были, только она говорит, что они сильно грязные были. Далее продолжается обмен мнениями между Виктором, Навигом, Верденом, Топсе, а заглушаемая Пелагея время от времени робко повторяет свое. Далее я сведу ее слова воедино. Добираются в интервью до письма Юдина. Навиг говорит, а вот вы пишете, что поступило две девушки и один парень. Так две девушки поступили. Пелагея. Одну девушку нашли сразу с ребятами, а вторую девушку через два или три дня только нашли. Навиг или месяца? Виктор Солтер перебивает. Месяца? Ну чего ты говоришь? Два дня. Навиг. Месяца или дня? Это очень важно. Пелагея. Месяца? Нет. Чуть позже сбитая с толку Пелагея говорит. Одну девочку сразу нашли, а вторую девочку попозже нашли. Это уже отдает подководностью Виктора Солтера о том, как находили дятлотцев. И не вяжется с письмом Пелагея к Юдину, где сначала привезли троих, из которых двое девушки. Следующие слова Пелагея из общего Гомона. Нас с Прутковым вызывали. Как привезут, сразу вызывают. Кто-то из собеседников спрашивает. Они были заморожены, трупы? Замерзшие? Снова вмешивается Виктор. Я видел ту партию, пять человек, которых привезли. Вы вдали. Я видел перед моргом на машине. Привезли, видимо, с аэропорта. Видел, как их выгружали. Но я близко не подходил, а просто я только знаю, что в разных позах они были замерзшие, завернуты были в одеяло. По-моему, в синие одеяло такие. Виктор повторяет это количество и далее. Хотя мы знаем, что дятловцев привозили так 4, 1, 4. Или Виктор действительно видел, что привезли пять каких-то тел, и они относились ко второй группе. Либо Виктор, зная, что пятерых дятловцев нашли сначала, а четверых потом, поэтому и называет число пять. Но вот что рассказывает Пелагея. Их привезли и положили в морг. Размораживались. В морге все. Потом Верден спрашивает. А вы не помните, во что их одевали? Какая была одежда? Пелагея Ивановна. Одежду покупали. Родных-то не было? Навик. А кроме Пруткова, кто у вас еще был там? Пелагея Ивановна. Никого не было. Он один там был. И далее Пелагея на десятки уточняющих вопросов отвечает. Нет, был один Прутков и все. Навик. А на обывании кто был? Вы, Йосиф Давыдович, еще кто? Пелагея Ивановна. Больше никто. Навик. А морг охранялся? Пелагея. Нет, никого не было. Несколько минут Солтер убеждает собеседников, что больше никого не было. Затем Верден спрашивает. Трупы хорошо сохранились? Пелагея. Ну, они целые были. У одного была голова ранена. Трещина головы. Трещина. Неразборчиво, что там. А так они все целые были. Не были ранены. Я помню, что первый раз привезли шесть человек. И сначала одну девочку, а девочку вторую потом попозже нашли. Интервью с Пелагеей снова переходит в фазу общения гостей с Виктором. И между этим общением Пелагея повторяет свое. Я буду снова и снова сокращать вопросы исследователей. И становится очевидно, как Пелагея вынуждена отвечать одно и то же на одни и те же вопросы, которые давно уже выяснены. Эти трупы потом положили в гробы и отправили на самолетах на кладбище в Свердловске. И там их хоронили. Мы их одевали и ложили чистеньких. Вся одежда грязная была. Все грязное. Все снимали с них. Одежду покупали. Одежду покупали и их ложили в гробы. Сразу в гробы ложили. Гробы привозили. Гробы отправляли в Свердловск. Этим всем занимался Прудков. Да, обгоревшие были. Вы знаете, они были очень грязные. Затем Верден спрашивает, сколько дней уходит на обтаивание трупа? Пелагея отвечает, ну, неделю, наверное, они лежали. Они мороженые все были. А тела дятловцев размораживались около дня. Их ложили возле отопительных батарей. Беседа продолжается. Виктор Солтер перебирает инициативу на себя. Но Пелагея говорит, там, говорили, был огненный шар. Далее, Навик пытается выяснить, где работала с Прудковым Пелагея. В каком морге. Потом спрашивает у нее про Юдина. Но Пелагея уже не помнит, кто такой Юдин. И что она ему писала письмо. А через много минут интервью собеседники снова интересуются мнением Пелагеи. Верден. Пелагея Ивановна, почему вы здесь сказали, что трупов было не 9, а 11? Это правда? Пелагея. Конечно, правда, раз написала. Верден. А почему не 9, а 11? Вы не помните, почему вы так говорили? Почему было 11 трупов? Навик. То есть, то, что там написано, правда? Пелагея. Ну, я когда-то писала всю правду. Топсе. А почему же 11? Виктор Солтер. Прежде чем писать, надо было дать мне на рецензию. Пишет вслепую где-то. 11 трупов не вяжется с письмом Пелагея Юдину. Но ведь там она могла просто не упомянуть остальных. К тому же мы видим, как Виктор говорит про дать ему на рецензию. Не прошло ли такую рецензию письмо к Юдину? И странно спрашивать у человека, почему было 11 трупов, а не 9? Почему? Ну, привезли 11. Вот почему. Почему? 11 человек погибло. Вот почему. И не дятловцев. Интервью снова переходит в фазу общения с Виктором, который говорит, что жена ошибается в количестве. И так далее. И тому подобное. Если угодно, читайте интервью сами. Для меня толк от Виктора Солтера был в нарисованной им схеме расположения медицинских учреждений. Если бы Чернобров и соратники записали подробнее слова Солтер в то раннее время дятловедения, а может быть и записали переиначу. Если бы опубликовали подробнее, когда Солтер помнила больше, когда ее не пытались исправить и перебить, то сейчас мы знали бы о второй группе ее по смерти намного больше. Да и, наверное, предшествующая переписка Солтер с Юдиным, неизвестная нам, тоже пролила бы немного света на эту темную историю. Если вы хотите следить за самым обстоятельным расследованием трагедии Перевала Дятлова, не забудьте подписаться на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...